Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские и на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, покопаемся в моих портфелях. Напомню, что инвестирую через брокера открытия, у меня два брокерских счета в Тинькофф, есть счет на ВТБ и криптокошелек на Бинанс. Ну и в завершении, как обычно, поразмышляем, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали! Эльвира Набиулина, глава Центробанка, давала интервью Комсомольской правде и там ей задали вопрос, какая самая рисковая стратегия инвестирования. И вот что она ответила, предвосхищая вопрос, самая опасная из всех стратегий, конечно, спекулятивные криптоактивы. Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными, Центробанк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать. Я, кстати, друзья, тоже следую примеру Центробанка. Но в этом конкретном случае, вот сюда точно не нужно, предупередила Набиулина. Одной из лучших консервативных стратегий она назвала, друзья, банковские депозиты. Глава ЦБ также обратил внимание на то, что многие пошли на фондовый рынок, где доходность больше. Однако с высокой доходностью всегда связаны риски. Набиулина напомнила, что нужно внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе. Друзья, я надеюсь, что мои зрители вполне могут похвастаться достаточной финансовой грамотностью. И они понимают, что фондовый рынок это действительно опасно. Но здесь можно зарабатывать больше, чем на депозитах. Главное не терять голову. Посол России Анатолий Антонов вернулся сегодня в Вашингтон. Я ничего не слышал. Вообще вернулся ли американский посол в Москву? И если нет, то когда он это сделает? Ну, я думаю, вопрос уже решенный. Президенты Байден и Путин договорились о том, что послы вернутся к своей работе. Поэтому здесь все ожидаемо. И это, конечно же, сигнал хороший. Но, друзья, обратите внимание, пресса пишет о том, что Штаты вновь задумали новые санкции. И вроде как вот только-только 16 числа они жали друг другу руки. Тут опять новые санкции. Получается, что одну руку Байден подает, а в другой за спиной держит нож. Вот так, друзья, коварным америкашкам доверять, конечно же, не стоит. Ну и все это в контексте всех прогнозов и тех мнений, которые считали, что, понятно, встреча состоялась. Но никакого потепления и сближения мы с вами не увидим. Но единственное, что это вот возврат послов, может быть, еще там один, два, три каких-то незначительных шага. Но в целом мы продолжаем оставаться в очень напряженных отношениях. И новых санкций, друзья, нам наверняка не избежать. Важная новость. Мосбиржа будет торговать ОФЗ и бондами почти до полуночи. К концу года большинство бумаг на площадке будут доступны по 17 часов. Мосбиржа вслед за рынком акций сделает доступными в вечернюю сессию торги на долговом рынке. Предполагается, что инвесторы уже в начале осени смогут почти до полуночи торговать ОФЗ и евробондами. Об этом рассказал глава Мосбиржа. По его мнению, инвесторы таким образом смогут отыгрывать некоторые значимые для глобального долгового рынка события, которые происходят вечером, рассказал Денисов. По его словам, стратегия Мосбиржа направлена на то, чтобы расширять количество инструментов и увеличивать время торгов, то есть сделать биржу более интересной и доступной для частного инвестора. Ну и читаем между строк и, конечно же, больше бабок на нас с вами, друзья, зарабатывать, потому что чем длиннее сессия, тем больше будет торговых операций, тем больше комиссий получит биржа. Напоминаю, кто забыл, что сейчас торги облигаций именно Мосбиржи проводятся в основную сессию с 10 до 18.39 по Москве с традиционными аукционами открытия и закрытия. После запуска вечерней сессии на рынке облигаций торги на этом рынке сравняются по длительности с торгами на рынке акций, на котором они уже идут 14 часов в день. На рынке акций вечерняя торговая сессия была запущена год назад, в июне 2020, и она проходит с 19.00 до 23.50. Как следует из данных торгов на рынке акций в мае, доля вечерней сессии за месяц составила 8%. Объем торгов облигациями был несколько меньше и в том же месяце составил 1,2 трлн рублей. Ну то есть как-то вечером получается, что люди торгуют меньше. Все-таки основное количество больших крупных игроков, мы не берем во внимание мелких физиков, они все-таки предпочитают торговать в дневные рабочие часы. Ну если речь идет о каких-то больших компаниях, банках, банках, которые будут интересоваться главным образом госдолгом. Понятно, что физику проще прийти с работы и после 8, там, поучив уроки с сыном, немножко поиграться на бирже. Но, друзья, понятно, что количество таких инвесторов в общей доле всех операций, оно невелико. Ну и, друзья, досматривайте мой видос до конца и скорее же включайте телек. Скоро начинается матч России и Дании. У меня очень тревожные предчувствия, честно вам скажу. Хочется ошибиться, но боюсь, что Данию мы, к сожалению, не одолеем. Очень уж она хороша. К тому же играем на выезде, к тому же играем без своих болельщиков. Ох, друзья, буду надеяться, ошибусь. Погнали на рынки. Индекс РТС сегодня минус 0,42. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,12%. Америка открывается в хороший плюс. Доу Джонса плюс 0,67. СНП плюс 0,48. Насдак, извиняюсь, плюс 0,18. В плюсе британский ФУТСИ, французский КЭК-40, немецкий ДАКС. Зато вот Азия с Австралией очень сильно теряет. Особенно, смотрите, Никей минус 3,29. На товарных рынках растет золото. Плюс 0,73. 1,776 долларов за тройскую унцию. В плюсе серебро, платина, палладий, немножко падает алюминий. Ну и самое важное, пожалуй, это нефть. По Brent сегодня минус 0,12. 73,41. Ну пока нефть подзамерла и резкого обвала мы не видим. А вот рубль сегодня хорошенько сдает позиции. К доллару на 0,37. К евро на 0,83. Американец стоит 73,18. Евро 87,07. Ну и ужас сегодня на криптовалютном рынке. Биткоин минус 8,62. 32,800 долларов за одну монету. Остальные из большой пятерки теряют еще больше. Видите, тут двузначная коррекция. 12, 13, 15 процентов. Ужас. По индексу московской биржи лучшая бумага сегодня это Алроса плюс 2,6. Пятерки лидеров группы ЛСР плюс 2,3. Пик плюс 2,3. Х5 Ритейл плюс 1,6. И ВТБ плюс 1,4. Аутсайдеры это Транснефть минус 0,9. Интеррау минус 1,6. НЛМК минус 1,6. Русал минус 1,9. И Северсталь минус 2,2. В общем-то худшие акции это Металурги. Вот такая вот тенденция. Инвестинг в качестве главной новости выносит информацию, что биткоину не хватает любви Китая в кавычках. Да, пожалуй, Китай активно начал противодействовать криптовалютам и биткоину. Ну и видите, пока счет 1,0 в пользу Китая. ИК Русинвест сегодня лучшая акция в нашей стране. Плюс 15,52. На втором месте МГТС Префы плюс 9,27. И тут же у нас Южноуральский никелевый комбинат. Мордов Энергосбыт. Славнефть. Мегион нефтегаз. Куйбышев Азот и МРСК Северного Кавказа. Ну давайте сегодня разбираться с лидером. ИК Русинвест за месяц плюс 0,76. Схромненько. За год плюс 73. Уже лучше. За три года так вообще хорошо. Плюс 153%. Так, что это за акция? Давайте вспоминать. По-моему, как-то было дело. Мы ее разбирали. Но у меня, если честно, в памяти она не отложилась. Тикер этой акции. Р-Ю-С-Ай. 67 рублей цена. Сегодня плюс 9. Нет дивидендов. Цена к прибыли 15.31. Дорого, друзья. Теханализ настаивает, что надо активно покупать. Скользящие средние 12 к 0. Технические 8 к 2. Вот, друзья, общий график. Годовой, точнее, график по данной бумаге. И он вызывает у меня приличное недоумение. Ну, вот здесь случился какой-то очевидный памп по этой акции. Вот видите. 13 апреля 2021. Ничего не предвещало резкого роста. Акция стоила менее 40 рублей. Потом бабах. И что мы видим? 27 апреля 97,5. Вот такой вот рост произошел. И потом, естественно, бумага ожидаемо скорректировалась. Ну, кто-то здесь влетел на бабки после того, как решил докупать на вот этой стоимости. Ну, все понятно, друзья. Акция. Акция памповая. Ну, хотя вот видите, на пятилетнем графике 160% доходности. В целом получается неплохо. Но смотрите, какие резкие колебания. То есть акция очень волатильна. И может как практически удваиваться в цене за там несколько дней. Так и резко терять в стоимости тоже многократно. Ну, вот так вот. Как-то, друзья, я не люблю такие непредсказуемые бумаги. Неудивительно, что в индексе Мосбиржи этой компании, разумеется, нет. Это многопрофильная инвестиционная организация. Занимается брокерским обслуживанием, доверительным управлением, интернет-трейдингом, депозитарным обслуживанием, выпуском ценных бумаг, корпоративным финансированием, финансовым консультированием. Входит в топ-6 инвестиционных компаний России по величине собственного капитала. Вот, друзья, показатели. ПЕ-15,3. Ну, в принципе, и выручка, и прибыль имеются у компании. Неплохая капитализация. Смотрите, в общем, получается более 6 миллиардов рублей. Рентабельность активов 9%, рентабельность капитала 9%. Ну, вроде как, неплохо. Что касается дивидендов, их нет в настоящее время. Последние дивиденды были 10 лет назад. Друзья, я не люблю такие бумаги. Вы прекрасно это знаете. Поэтому я бы вам не рекомендовал связываться не только с этой акцией, а не с какими другими подобными. Если вы уж решаете инвестировать в акции напрямую, а не через фонды, ну, мой вам совет, во всяком случае, ограничитесь 44 бумагами из индекса Московской биржи. Хотя бы первое время, если у вас будет получаться замечательный профит и высокие результаты, ну, можно попробовать в виде исключения подключать какие-то акции 2-го, 3-го эшелона. Но я бы лучше в них не лез. Так, давайте смотреть, что у меня. В ВТБ, где у меня подарочные 10 акций, осталось 593 рубля. И за пару недель, что они у меня на счете, я потерял 18 рублей. Ну, подарки совпали с падением рынков. В открытии сегодня, в общем-то, неплохо. Плюс 0,2, 1650 рублей. В портфеле 827 тысяч рублей. Ну, немножко сегодня рынок возвращает. То, что забрал в четверг и в пятницу. Но, друзья, забрал-то он больше, чем отдает. За 7 дней, видите, у меня минус 1,74 и минус 14,5 тысяч. Пока очень грустно. За месяц плюс 2%, плюс 16. Годовая доходность 200 тысяч рублей, плюс 34%. Ну, и что касается конкретных бумаг, лучшее сегодня это ПИК плюс 2,21. FXUS плюс 1,11 и Полиметал плюс 0,8. Аутсайдеры их побольше. Это НЛМК минус 1,51. Русал минус 1,89. И Северсталь минус 2,33. Ну, в общем, эту тройку мы, друзья, уже видели, когда смотрели на индекс Мосбиржи. Погнали в Америку. Начинаем с ИС в брокере Тинькофф. Лучшая акция дня здесь это Бэнк оф Америка. Тут сегодня плюс 1,88. А вообще бумага хорошенько теряет в последнее время. Я это вижу. За неделю, видите, минус 5%. За месяц минус 7%. Но годовая доходность плюс 57. Ну, и вот, друзья, точечки моего входа. Получается, что вот вторая докупка была немножко неудачной. Но, опять же, эти моменты предсказать невозможно. Говорят, что котировки американских банков обвалило заседание ФРС, которое состоялось в среду, где они намекнули на возможное повышение ставок. Второй фондовый счет. В нем 197 тысяч. И сегодня около нуля по бумагам. Но за счет роста доллара и евро. Я тут сегодня в рублях немножко заработал. Ну, а так фонды, видите, какие-то в плюс, какие-то в минус. Тинькофф-Насдак сегодня хорошенько падает. Тинькоффский фонд на золото. Всего тут плюс 11% и плюс 197. Сегодня, кстати, смотрел свежее интервью Дудя с какой-то там теткой-журналисткой. И вот она там рассказывала, инвестировала в криптовалюты. И забыла пароль от мобильного или какого-то там еще приложения. И не смогла войти в кошелек. И никак не смогла его восстановить. Такая дурацкая история. С одной стороны думаешь, блин, вот, елки-палки, курица, да. Ну, не лезь, если не понимаешь. А с другой так задумаешься. Ведь и сам можешь попасть легко в такую ситуацию. Так что, друзья, берегите пароли в надежном месте. В криптокошельке у меня уже менее 2000 рублей. И тут, конечно, печаль. Падение продолжается. И доходность за 30 дней минус 11% пока просвета нет. Ну, друзья, я предположу, что после вот сегодняшнего небольшого позитива рынки в ближайшие дни могут вновь перейти к снижению, к коррекции. И нефть может пойти вниз. Вот почему-то у меня такие ощущения. Посмотрим, как будет. Ну, и, конечно же, болеем за наших. А если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего вечера. До завтра. Пока-пока.